В Шемкенте спустя неделю после введения карантина горожане жалуются на повышение цен. Заметно подорожали продукты питания первой необходимости. Предприниматели в свою очередь ссылаются на проблемы с логистикой из-за сбоев в базе данных полиции. Елена Касикова владелица мини-пекарни. В день выпекает до 1000 булок ржаного хлеба. Несмотря на то, что ее бизнес важен для жизнеобеспечения, цех пришлось закрыть. Ведь развозить продукцию по покупателям она не может. Мы регистрировались 8 числа. Сегодня уже 13-е. Ответа с электронной базы Сергека нет. И нас не пропустят. Елена считает, что не одна столкнулась с этой проблемой. А значит, ассортимент продуктов с введением карантина в Шемкенте заметно сократится. Цены уже поползли вверх. Все равно заметно, чем были раньше и сейчас какие цены. Сенген на 20, на 30 дорожает все. С машин, с грузовых машин продают, вот на крытом рынке. Я специально за картошкой, за капустой, за морковкой туда хожу. По правилам карантинных мер шемкентцам не разрешают покидать свои дома дальше, чем на 2 километра без особой необходимости. То есть покупать продукты горожане должны в магазинах так называемой шаговой доступности. Но это тоже не всегда возможно. Некоторые магазины, расположенные в жилых массивах Шемкента, закрытые. Предприниматели причины называют разные. Некоторые боятся заражения и распространения коронавируса. Ну а другие просто не хотят рисковать здоровьем в надежде заработать копеечку. В это же время торговцы на рынках и супермаркеты поднимают цены. В управлении предпринимательства уверяют, что следят за ситуацией. Но пока могут с уверенностью обещать лишь, что цены на социальный хлеб в ближайшее время точно не вырастут. Мы проводим разъяснительную работу с предпринимателями о недопущении поднятия цен на хлеб и продукты питания. Со своей стороны мы пополнили запасы дотационной муки на 6 тысяч тонн и отпускаем её в городские пекарни. Городские власти также обещают не допустить дефицита товаров первой необходимости и уверяют, что продуктов питания хватит, а перебоев с поставками не будет. Бахрам Абдуллаев, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шимкент.